восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих с вами александр шанов осьминок бесконечности и сегодня мы будем критиковать поэтов современных а да мы будем критиковать современных поэтов с чем это вообще связано давайте заметим что после моих видео и комментариев комментарии действительно прояснили многое в общем-то мои позиции критику показали дополнительные видео еще были сняты с конкретным разбором стихов того же арчета и прочих недостойных людей а так вот они меня все забанили конечно и сейчас я хочу просто подвести итоги а итоги сформулировать аргументы в общем-то против современной поэзии если вы будете встречаться с этими аргументами вы поймете что я в общем-то про прояснять эти аргументы на конкретных примерах занятия много-много времени часа на три могут затянуться этот стрим но нет 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 мы попробуем сейчас все кратко кратко подвести итоги всех моих общем-то изысканий по этой теме и в общем-то подвести итоги что же такое современная поэзия почему не все так плохо а самый главный критерий по которому я обычно сужу стихотворение это смысловая нагрузка а вот у стихотворение должен быть некий нетривиальный смысл до желательно философскому контексту чтобы вопрос интересно читать чтобы я понимал что пишет мыслящий человек а если работу написал не мыслящий человек у него работы но обычно не интересно например мне нравится другомощенко он интересный у него свои философские идеи есть он прекрасно бьет и свои классов и он замечательно а у современных русских поэтов нет ни одной своей философской идеи а так в общем то начнем докажем этот тезис скажем отсутствие смысловой нагрузки вот не смысловой нагрузки у современных поэтов а первый аргумент конечно заключает в том что у них полное отпуск и нетривиальных философских идей и а в основании их стихов а ну понятно что у них нет специального философского образования людьми мыслящими они не являются и даже интеллектуальные или при своего времени они тоже не являются ну то есть они даже по сравнению с классиками которые получите тоже философ не были не были они очень-то сильно уж умными в тех сферах в которыми они не занимались только поэзии например если кто-то занимался он был умен в ней а вот вот среди современных поэтов даже близко нет у людей уровня классика это большая проблема то есть современная поэзия нам значительно ниже по уровню всей поэзии нашей предыдущей а именно по смысловой нагрузки и это тоже очень плохо потому что даже у классика смысловая нагрузка была у русских классиков именно у западных классиков были выдающиеся авторы в данном ключе писавшие именно интеллектуальные стихотворения какие-нибудь глубокие произведения например пауз гетте стихотворения шиллера они просто потрясающие тракают замечательный автор много 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 интересных замечателей тоже поет очень высокоуровневся словами нагрузкой нередко то есть вот у нас есть на кого в общем-то опираться вот этом современная поэзия слабее классики даже русской конечно же полное отсутствие авторской мысли авторского видения это тоже странно зачем мне читать человек у которого нет своего авторского видения у которого нет авторской мысли которые не преподносит какие-то свои идеи а просто выдает тупые шаблоны честно говоря просто тупейшие шаблоны как как с этим работать там идея любви там все мужичков ждут там ананаса вышибеева астахова все мужики вот эти вот идея мужика андроманическая или идея восстановления ссср у долгарева все это настолько пройденные этапы настолько неинтересные настолько скучные настолько заезженные что писать о них сейчас ну вы чё если я захочу прочитать про ссср я лучше обращусь к авторам из ссср честно говоря зачем мне читать стихотворение какой-нибудь современной глупой девочки когда вообще не понимает что там было в этом ссср я честно говоря тоже не поебаю полное отсутствие авторской мысли какие-то шаблоны причем шаблоны не только современные в том числе современные но и шаблоны прошлых веков используются это откровенно глупо и да самое главное ну ладно допустим не плевать написали бы про ссср нормально допустим тупо и тупо пропаганда идиотизм полный там ручка идея там еще такое тоже тупость полная но но следующий пункт как бы вообще все сделать паразитирование на темах уровня попсовых песен то есть по сути современные поэты вроде даниловой арчета ананасовый птицами соломоновой астахова ее свой они просто переписывают попсовые песни просто более широкой строкой и иногда иногда с техническими элементами а поэзии замечательно офигеть просто супер шикарно мы пишем стихотворение шикарная поэзия с тем же успехом можно лабаду честно слушайте любимую шибею и просто слушайте лабаду честно слушайте лабаду она хотя бы поет неплохо в отличие от поэтов которые читать такие веки но ладно продолжаем неприкрытая банальность следующий в общем-то тезис до современной поэзии правит просто неприкрытая банальность какие темы затрагиваться любовь отношения дружба хоть серьезно чтимы ну бездарю вот такие темы настолько банальные причем они дала на допустим но можно про любовь оригинальной цели про дружбу оригинально не цель про отношения можно оригинально не цель конечно нет кто-нибудь царь оригинале это просто копии старых стихов Просто и тогда качество в них похуже, чем у классиков. Замечательное стихотворение, замечательное, в общем-то. Потрясающие попытки творчества, замечательные, супер. Неприкрытая банальность. Причем именно вот эта первая категория, любовь, отношение, дружба, она просто доминирует в творчестве. Постаховой, Шибеевой, Даниловой, Птицами, Ессой, вообще всех. Понимаете, просто вот эти вот темы, они просто доминируют. Вы возьмите стих ананасовый, там про любовь, она мужика какого-то у окна ждет, например. Или просто с мужиком гуляет, или еще что-нибудь, или там про секс, что-нибудь еще может быть добавят. Я не знаю, вот просто вот настолько тупо, что ну тупи и просто некуда. Вот такие вот темы сортирного уровня, это почти у всех современных поэтов. Это очень плохо. Ну второй уровень банальности, это конечно война, космос, Гагарин, СССР. Да, ну это уже там Долгарева и прочие софисы вроде Александра Пелевина и прочего текстового мусора. Тоже совершенно неинтересно. Ну война, ну типа велика, какая мне разница, что она велика. Уже тысяча текстов написано про это, тысячи текстов. Я беру тексты СССР, и они все об этом. Они все про космос, про Великий, про Гагарина, про СССР. На хера ты это пишешь, дружище? Ты в 21 веке живешь, это уже давно пройденный этап. Именно не пройденный этап истории, допустим, это пройденный этап в творчестве. Ты просто показываешь свою некомпетентность и неспособность создать что-то новое. Просто вот таким вот образом. Ты пишешь про войну, так как про нее писали все остальные без исключения. Ну зачем? Зачем мне это просто читать? Я не понимаю. Я не понимаю, зачем вам это читать? Ищите что-то новое, что-то интересное. Ну ладно, допустим. Допустим, не все зацикливаются на войне. Космос и Гагарин, и СССР. Конечно, на любви больше. Потом массовки идут. Ну и у нас сегодня правит новое управление. В общем-то, новые-новые течения. Вене с запада пришли. Там финизмы всякие, либерализм, упори Амуре. И прочие тренды, которые сейчас тоже популярны. Которые идут из западных песен. Там Стефания Даниловой. Там обязательно про Поли Амуре недавно стишок вышел. Про феминизм. Феминизм. Про борьбу женщин с патриархатом. Да. Ну Арчи-то про Поли Амуре. Нет, у него не про Поли Амуре. У него про лесбиянок есть. Про феминизм тоже прекрасно. Причем про феминизм в положительном ключе. Какой он хороший. Какой он потрясающий. Ух. Хорошо. Это тоже банально. Это просто вот тренды современности. Здравствуйте. Я современный поэт. Я пишу по тренде современности. Ну круто. Ну молодец. Уходи из поэзии, дружище. Ты нам здесь не нужен. Типичные темы для романтиков тоже обычно раскрываются. Ну это уже как бы самое редкое. Самое редкое из банального, что встречается. Вот мы отошли от любви, от отношений, от СССР. От либерализма. Отошли. Вот три уровня банальности пройдено. Ну и потом начинаются типичные темы для романтиков. Он там страдает. Там он не признан. Там вокруг все дураки. А он такой потрясающий. Да. Горе от ума у человека. И он вот такой вот переживает за всем. Он рыцарь. Он в душе такой рыцарь. Понимаете? Рома. Роман. Чисто. Достаточно роман. Ну в общем. Потрясающе. Все ворованные со стихов. Не знаю. Сначала там Лермонтов, Пушкин, конечно. Потому что их читали. А Пушкин и Лермонтов в свое время заворовали. У Гетта, у Шиллера, у всех там других поэтов. У Байрона. Здравствуйте. Тоже. Уже просто тоже в третьем поколении передаются одни и те же темы в поэзии. Это такое себе. Ну в общем-то вывод из этого пункта таков. Известные современные поэты не производят ничего уникального. А потому они в принципе для искусства не нужны. Они не примечательны. Они ничего не делают. Они просто если вы хотите почитать тексты о вот этом все. Ну кроме феминизма, полиамурии и прочей хернии. Обращайтесь в общем-то в прошлое. Там есть много текстов. Относительно качественно для своего времени. То есть все. Отлично. Это отличный способ. Зачем умножать вот это вот все, если оно уже есть. Ну в большом количестве. Про любовь уже у Шекспира столько написано, что больше можно было после него вообще про это не писать. Особенно если ты не пытаешься сделать что-то оригинальное в этой сфере. Отношения, про тружбу, про войну, про космос, про Гагарина. Про тени. Ну все это было тысячи раз, ребят. Все тысячи раз было. Об этом нет смысла. Вот мы пописывать больше тысячи текстов. Почему нам это? Ой. Следующая тема. Паразитирование на шаблонных эмоциях. Ватезис. Шаблонные эмоции. А что за шаблонные эмоции? Да все как обычно. Любовь. Как обычно любовь на первом месте. В христианской культуре, ну очевидно же, в христианской культуре любовь всегда на первом месте. Ну у нас все творчество, творчество, все искусство посвящено вот этой теме по преимуществу. Вот большая часть искусства касается темы любви. А причем, ну ладно, допустим, какое-то может быть оригинальное изображение любви. Ну это не просто какие-то там страдания от подростковых и умственно отсталых людей, как у Стефани Даниловой. И просто два года были по поводу какого-то мужика и она два года писала стихи вот эти вот тупые, понимаете? Просто парень ей не давал и она вот писала стихи. Два года одинаковые стихи. Зашибись, спасибо вам за оригинальную поэзию. Да на нас вот, все про любовь. Все это тоже тысяча, они так рассудяют, что это уже тысячи раз было. Тысячи раз было. Ничего нового. Ну зачем мне ваша любовь, которой нет ничего нового? Зачем я про это читать? Я могу сам это испытывать. Могу бездарь, спросить у других людей, которые такое испытывали. Зачем мне все эти повторы? Ну и радость, грусть и тлен и одиночество. И все вот это вот. Вот этот эксистенциальный флакон. Просто бьет ключом, конечно же. Причем это даже не прикрыто. Ну бывает у людей плохие настроения. Вообще с эмоциями можно очень тонко работать. Можно оттескивать всякие нюансы, можно чуть ли не изобретать новые эмоции и делиться именно с окружающими. Вау, да? Такое открытие внезапно совершенно. Просто можно, да, действительно изобретать новые эмоции или новые оттенки эмоций, а не повторять то, что было до этого и говорить, ну это вечная тема. Если это вечная тема, я могу обратиться к авторам прошлого и просто почитать ее у них, раз она такая вещь-то и все, отлично. Хочу почитать про любовь, открываю Шекспира и я там все. Хочу почитать про тлен Бадлера там открываю, например, и нормально, заходит, хорошо. А зачем мне читать вас, если вы не вносите ничего? На, вывод очень простой. В эмоциональной сфере современные поэты не дают нам ничего нового, потому читать их бессмысленно. Ну, а что, что, вот это все было по сути, вот этот вот разбор их текстов как бы по сути в обобщении, конечно, мы возьмем любой текст за редким исключением, за редчайшим исключением, замечу, и все будет касаться вот этих вот тем. Любовь, радость, грусть, одиночество, тленки, еще другие банальные эмоции, плюс еще вот эти вот банальные темы, банальные философские концепции, которые всем известны. Опять же, любовь, феминизм, кому что понравится. В общем-то, куча тривиальности. В общем, все сущностные темы, все темы с раскрытием современные поэты, они просто не выкупают. Они вот, 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 все вот это вот зря, мимо них проходит. А вот еще один пункт. Ну, что делает поэта поэтом? Чем поэзия отличается от прозы? Я даю механические ответы на этот вопрос. Техникой. Техникой, да. В поэзии есть определенное построение строк. Есть рифма, есть ритм, есть исключения, вроде белых стихов и верлибров, да, конечно, есть. Ну, и они обычно пишутся какими-то техническими составляющими, новшествами, ну, или для чего-то просто они пишутся верлибры, например, у того же Драгоморченко, который мне невероятно нравится. Они написаны крайне уникально. Написать что-то подобное в стихах с ритмом было бы, по-моему, невозможно. Ну, потому что так нетривиально подбирать слова, ну, простите, с использованием ритма и ритмы не получится. Ну, что ритм и ритм уже, ритма подразумевает уже некоторая комбинация слов, особенно ритма. Так вот, у современных поэтов даже техники нет. Ну, то есть, она есть, но она хуже, чем у классиков. Техника хуже, чем у классиков, это очень плохо. Почему? Ну, классики, так скажем, заложили основы. Повторить технику классиков может даже школьник. Да, это просто ритм. Берешь ям, берешь хорей, берешь там любые трехстопные, пятистопные, четырехстопные размеры и пишешь. У тебя есть схема. Схема рабочая. Ну, можешь дольник использовать тоже, ну, тоже можно. Можно, есть некоторые усиления. С рифмой то же самое. Берешь и на одинаковое окончание везде рифмуешь, но только однокоренные, пожалуйста, ну, не делай, друг. И все будет хорошо, и ты уже пишешь на уровне классиков по технике. Можно, конечно, еще расположение рифм. Ну, да, чтобы уж точно дотянуть до уровня классиков, нужно соблюсти некий рисунок рифмы. Если соблюдаешь еще и рисунок рифмы, ну, все, ты технически достиг уровня классиков. Это вообще не так сложно. Это можно научиться в 14-15 лет. Уже писать именно технически на уровне Пушкина. Ну, конечно, мы не будем учитывать риторические фигуры, какие-то творческие, сущностные характеристики, вообще осмысленность самого текста, логику предложения. 14-летний, вероятно, конечно, напишет так, как Пушкин в этом смысле. Но технически, технически, именно вот такая вот механическая техника, освоить ее он может. Ну, давайте, давайте, давайте перейдем к самому главному, к аргументам. Что не так в современной-то поэзии? Ну, во-первых, примитивная рифма. Да, все та же классическая рифма, причем настолько заезжена кровь, любовь и вот эта вот вся чепуха. Это все повторяется из раза в раз. И это все поэты так пишут. За исключением прекрасной Серафимы Ананасовой, которая рифмует, как рэпера. Конечно, да. Ну, кстати, вот в этом смысле она молодец. Она рифмует, как рэпера. Для рэпера рифмует несколько оригинальные классики. Это единственное достоинство рэпа вообще просто вот за всю историю человечества. Все, что рэпер сделал для тех, кто ваше жанра, это вот рифму. Это изменил рифму и популяризировал более, как бы, интересную техническую рифму. Есть разновидности нового рифму появились благодаря вот этим рэперам и так далее, и так далее, и так далее. В этом плане, к Серафиме Ананасовой, претензий ноли в рифме. Именно в рифме. Но, в принципе, так почти все рифмуют. Любой ум средосталый рэпер будет уже более оригинальный, чем в классике. Ну, потому что должен же какой-то прогресс соблюдаться со временем. Даже в ритме, возможно. Хотя бы у некоторых авторов. Большинство авторов он не соблюдается в современной поэте. Ну, вы понимаете, даже бывает такое, что ритмы однокоренные бывают и в современных поэках. Как же так? Стефания Данилова, которая написала статью о том, как нужно писать стихи, и четко указала на то, что нельзя допускать однокоренные ритмы. В одном из трех стихов обязательно, допустим, как минимум, одну, 2, 3, 4, 5, 10 однокоренных рифм. Ну, понимаете, девушка понимает, что нельзя ритмовать на однокоренные, но она не может их найти просто. Нет, она не понимает никаких одинаковых корней. У каких разные. Потрясающе. Это замечательно. Причем у некоторых поэтов тоже регулярно я обнаружил однокоренные ритмы. Я в самом начале ритмовал с однокоренными, но сейчас я уже лет, не знаю, 8. Понимаю, что так нельзя и так не рифмуют. А нет, а вот Стефания Данилова, можете я позволить. Ой, отсутствие ритма следующее. Отсутствие ритма, да. Чем поэзия как раз, собственно, и технически отличается от прозы? Самое главное техническое отличие. Есть определенные фонетические, в общем-то, основания отличия вот этого. Поэзия фонетически устроена так, что есть определенные чередования ударных и безударных слогов, которые повторяются и вызывают некоторое звучание. Это чисто поэтическая фишка, которая создает, ну, в общем-то, впечатления определенные, определенные ощущения вызывает. Вот если бы они придумали новые рисунки ритма, это было бы интересно. Если бы играли как-то с ритмом, это было бы тоже интересно. Но полное отсутствие ритма, как у Птицами, Ясои или у Серафимы Ананасовой, ну, причем Серафима Ананасова явно показала своими постами, с критикой классиков, она классиков очень жестко критиковала, что каждый школьник может повторить классик. Кстати, да, каждый школьник, она взяла текст РМО, про цвета, написала такой же текст, тоже про цвета, сказала, что это было очень просто. Но проблема заключалась в том, что она не смогла повторить ритм, потому что она просто не понимает, что это такое. Она где-то просто на слух писала, никогда не разбираясь в математическом построении ритма. Ну, замечательно, поэтесса, которая не понимает, что такое ритм, ну, здравствуйте. Современная поэзия такова. Ну, ладно, допустим, все вот это вот ерунда. Ну, не плевать на примитивную ритму, даже на однокоренные ритмы плевать, даже на отсутствие ритма тоже, ну, ну, плюем, ну, чего нет. Ну, взамен-то ничего не предлагается. У нас отсутствие технических экспериментов имеет место. Ну, то есть, как бы, да, ну, мы отказались от ритма. Примитивную ритму используем. Хуже, чем у классиков. Причем повторяем классиков, а иногда даже и пишем ужасы накоренными, и репуем на глаголы только, например. Ну, допустим, ну, плевать. А что взамен-то предложено в области техники? Я вообще не сторонник, конечно, технического стихосложения. Ну, если уж, ну, нету смысловой какой-то нагрузки, если все, что вы пишете, это просто банальность и тупость откровенная, ну, почему бы не сделать текст сильным технически? Ну, например, чем хорошая проза, отличается обычно от плохой прозы. Ну, хорошая проза бывает, но просто пишут тупейшие люди откровенные ее. Ну, она технически хорошо сложена. Ну, просто стилистика там, например, есть. Ну, и все, как бы, обычно со стилистикой прокатывает. Человек может писать любую дичь, но если она стилистически хороша, обычно филологи это проглотят. А тут такого просто нет. В современной поэзии нет таких норм. Вообще нет. Можно вообще писать без ритма. Без ритма, без ритма. Они даже верлибры вот эти вот. Причем безвкусные, бездарные, неинтересные. И все равно нормально. Никаких технических экспериментов. Ну, как такое вообще возможно? Я не понимаю. Как люди, у которых вообще ничего нет, которые пишут на нулевом уровне, чего-то вообще добиваются поэзии? Знаете, даже техническая страза текста у современных поэтов не является выдающейся. Ну, если уж поэт, у него нет смысла в работе. У него нет оригинальных эмоций. У него нет вообще ничего нетривиального. Почему бы, почему бы этому замечательному человеку хотя бы в технике не выделиться? Не выделяется техникой. А теперь самое главное, да. Ну, ладно. Ну, вот все. Вот эта вот, блин, ну, техника вот эта вот плохая, да. Техника, смысл. Ну, не получается у них. Да. Это все требует уровня, наверное, выше, чем есть у школьника какого-нибудь тупого. Ну, ошибки в риторике, простите. Простите, ошибки в риторике, это бред. Не умение проводить адекватные сравнения. Напомню, товарищ Арчет в одном своем стихотворении Мастихин, штучка, с которой, ну, художники, в общем-то, и сдирают краску, с помощью которого, он произвел сравнение таким образом, что Мастихин сдирает жир со сковородки. И это было как? Через как? Как Мастихин, да-да-да-да, сдирает жир. Бум! Как бы голова взрывается в момент, вот когда ты пытаешься вот это вот обдумать. И таких неудачных сравнений у поэтов современных очень много. Они не понимают, что сравнивать следует по существенному качеству какому-то предмету. Ну, например, по сравнению тяжелый как телефон не может быть адекватно. По той причине, что не все телефоны тяжелые. А тяжелый как слон нормально, потому что слоны все тяжелые. Даже маленький слоненок, он достаточно тяжелый, мы не можем его поднять просто так, если мы не силачи откровенные. Просто, когда мы берем нетривиальное свойство какого-то предмета, ну, то есть, например, у стула три ножки. Если человек говорит, у него три ножки как у стула, не получается сравнение, это не типично для стула, то есть, у человека не складывается в голове образ. То есть, сравнение не работает в таком случае, если мы берем нетривиальное свойство предмета. А если берем тривиальное свойство, причем самое главное, например, Мояковский и многие другие интересные поэты, в основном уже после золотого века поэзии, они находили оригинальные сравнения, они выбирали те важные, примечательные, качественные элементы сравниваемого предмета, которые при этом были важны для этого предмета, они были атрибутом этого предмета. То есть, без этого данный предмет представить было нельзя. Ну, или, по крайней мере, большинство предметов данной группы могут быть описаны с помощью вот этого вот качества, например. У него было два крыла, как у бабочки. Ну, обычное сравнение, правильно? Два крыла, у бабочки два. Ну, или там, четыре, я не знаю. Я полно разбираюсь в бабочках, честно говоря. Ну, неважно. Вы понимаете? У птицы два крыла, да? Два крыла, как у птицы было у него. Это банально, это неинтересно. Я просто привожу примеры, как правильно. Есть мастихин анфишки? Замечательно, да. Только он не стирает же. Как бы. Можно попробовать? Можно. Но нежелательно. Но, опять же, тоже самое стихотворение Арч, да? Как там, сминает паруса, как Ниагара? Непонятно. Вообще непонятно, о чём речь. Ниагара, ну, река, одна из рек. Допустим, она сминает паруса, ну, может, я не моряк, может, я здесь именно не понимаю, но много таких ошибок видел. Это нетривиальное какое-то свойство Ниагара, но, наверное, Ниагара не только сминает паруса, она распрямляет, например. То есть, нетривиальное свойство было выбрано, и сравнение не получается технически. То же самое с метафорами. У современных поэтов с метафорами большие проблемы с иносказаниями. То же самое, что и со сравнениями. А как же ещё выбивающиеся из общего контекста слова и выражения? Мы рассматривали текст Ошибеевой относительно недавно. Она как чёрт, там вот это вот, как чёрт, из табакетки, конечно, видимо, отсылка была. Ну, неважно, просто как чёрт, зачем вообще к себе относить чёрт, или она выбивает дверь с ноги, что это за быдло стихотворение? Она рассказывает о роковой женщине, как будто бы это быдло какое-то с дверь с ноги открывает. Что за чёрт вообще? Он входит в неё как воит. Как воит. Походит. Воит, плывают. Опять же, неуместное сравнение, понимаете? Воит тут плывает же, да? Стикс. Стикс Харон переводит вас воит. А он вдруг в неё походит. Как воит. На самом деле, если мы посмотрим стихи у всех этих людей, там просто будут тупо риторические ошибки. Кстати, чем поэзия в том числе отличается от прозы? А в поэзии часто встречается очень много риторики. А риторика, это, ну, как бы, все риторические фигуры внутри поэзии, и делать в них ошибки в том числе, ну, такое себе, честно говоря. Это тоже один из показателей мастерства, так скажем. Ну, как минимум, не делать ошибки уровня. Он входит в неё как ваи. Это и неуместно, это смешно просто. Это тупо смешно. Ладно. Продолжаем. Ошибки в логике. Несоблюдение логики предложений и несоблюдение логики событий. Стефаня Данилова с этим, конечно, париться у неё не получается. У неё, по-моему, шизофазия, потому что она не может вкладывать предложения в адекватные его, в общем-то, структуры. Поэтому у неё часто получаются просто бессмысленные предложения, и это очень стрёмно выглядит. Тупо не связанные предложения. Понимаете, школьники 10-11 класса, они могут связывать предложения, а Стефаня Данилова не может, например. И у некоторых поэтов тоже такая фигня встречается. Почему поэты хуже школьников? Я просто, честно, не понимаю. Когда у нас модные, современные поэты хуже школьников, я считаю, это большая проблема для поэзии. Продолжаем. Ну и, конечно, под конец мы оставили вот такое незначительное замечание. Фактические ошибки. Арчи Данилова и многие другие, да, вот недавно Арчи написал стихотворение о Джине. О Джине, да, прекрасный Джин. замечательный. Джин исполняет желания, конечно. Он его там и ифритом обзывает. Правда, ифриты не исполняют желания по легендам Да, например. Или Дервиш. Ой, то есть, он упомянул, танцуют как Сурь, кружатся как Суфи. А из Суфи кружатся только Дервиши, например. Остальные Суфи, у них другие духовные практики, между прочим. И так далее, так далее, так далее. Люди пишут о том, о чем они не знают. Они не понимают в этом ничего. Причем это был один из самых непримитивных стихотворений Арчета. И он там допустил штук пять или даже больше фактических ошибок. Про правоверных там что-то Джинах тоже неправильно было. потому что, да. Вот такая вот у нас современная поэзия. Честно, она отвратительная, ребят. И с этим нужно бороться. Нужно искать какие-то средства. Нужно подвигать адекватных поэтов, интересных, которые не допускают школьных ошибок, не допускают фактических ошибок в материале, которые они исследуют. Во-первых. Во-вторых, у них логика предложения, ну, выше уровня школьника, хотя бы, должна быть. Просто невозможно читать поэта, которого текст составлен ниже уровня школьника, как у Стефани Данилова, например. И невозможно читать поэт, у которого риторические фигуры, из которых текст состоит у них наполовину, в лучшем случае наполовину, они составлены неуместно, неправильно, они ошибаются в риторике. Просто невозможно из стихих невозможно читать. Это примитивно, это убого. Еще и техники нет. Нет техники. Как? Куда? Куда? Почему нет техники? Почему я должен их читать? Нет техники. Все шаблонно, шаблонно, неинтересно, банально. И отсутствует хоть какой-то либо интересный смысл. Нет никакого посыла. Нет ничего интереснее того, что я уже знаю, того, что я уже видел. Причем, ладно бы, ладно бы, что-то непривиальное из банального разбиралось такое. Нет, нет, все самое тривиальное и самое банальное раскрывают современные поэты. Настолько банальные, настолько неинтересные, что мы найдем тысячи таких же поэтов и в сети еще дополнительно, и в прошлом нашем, в нашей стране даже, и в других странах мы найдем кучу таких авторов, которые лучше, качественно пишут, чем вот то, что мы можем просчитать сегодня. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю уничтожить поэзию. Не читайте, пожалуйста, эту фигню. уничтожить поэзию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok